В апреле подписчиков PS Plus отправят в незабываемое путешествие по всему миру в поисках либерталий. А также мы отправимся в кругосветку только в качестве раллийного гонщика. Поэтому давайте детальнее рассмотрим, что нам подготовили Sony на этот раз. Uncharted 4. Сильная игра о потере, предательстве, раскаянии и искуплении. Со всеми своими выдающимися экшен-постановками и личными моментами, со всей своей проработанностью, Uncharted 4 двигает повествование вперед благодаря редкому пониманию персонажей игры, ее миру и геймплею, который связывает все вместе. Это поразительный симбиоз совершенно разрозненных частей. В этой части серии Uncharted Naughty Dog отправят нас в кругосветное путешествие, чтобы найти знаменитые сокровища из таких же знаменитых легенд. Мы найдем Эльдорадо в джунглях Амазонки, обнаружим камень Чинтамини глубоко в Гималаях и войдем в многоколонный Ирам, город, затерянный в песках со своей собственной религиозной историей. Тем не менее, наш протагонист Натан Дрейк ведет тихую семейную жизнь вместе с фриланс-журналисткой Еленой Фишер. Они живут в Новом Орлеане в доме с тремя спальнями и вместе играют в компьютерные игры. Но все меняется с возвращением Сэма, старшего брата Натана, который считался мертвым 15 лет. Он не только жив и в добром здравии, но еще и связался с преступниками, которым крупно задолжал. Также Сэм подсказывает, где найти одно из величайших сокровищ в истории. Клад пирата Генри Эвери, о котором братья мечтают с того самого момента, как они начали заниматься поиском сокровищ. Теперь же вместе с Нейтом, которого оторвали от его размеренной жизни, они отправятся в погоню за своим неуловимым белым китом. Игра дает нам возможность окунуться в его прошлое, чтобы показать, как формировалась личность Натана. Как он презирал власть над собой, как он использовал юмор в качестве щита, как давно он признавал насилие оправданным средством для достижения поставленных целей. Проект рассказывает свою историю с пристрастием, уделяя особое внимание деталям. Эти детали до боли человеческие. Они вдыхают в персонажей жизнь. Также игра одалживает у The Last of Us структуру уровней. В большинстве своем, как и ее двоюродная сестра, Uncharted 4 пользуется более открытым подходом к дизайну большинства уровней. Есть несколько маленьких песочниц, где вы взбираетесь на башне, изучаете расстановку сил, помечаете врагов, а потом решаете, вступать ли вам с ними в схватку или обойти их, чтобы по-тихому оттуда смыться. Такой левел-дизайн навредил бы темпу прохождения игры поменьше, но игра держит в напряжении даже в предопределенных моментах, незамедлительно переходя от открытых уровней к экшен-сценам. Кстати говоря, тут шикарные экшен-постановки в серии. Ограбление в Тоскане. Побег, полный трюков вдоль обрывов в Шотландии. Погоня на Мадагаскаре, начинающаяся на людном рынке и переходящая в фермерский пригород, где вы маневрируете между грузовиками, проноситесь через грязь и пролетаете сквозь фермерские лачуги. Как только вы думаете, что Uncharted 4 наконец набрала стабильный ритм, игра подкидывает что-то новое. Невероятно бодрое и мощное. Есть несколько мелких технических недостатков. Из-за системы укрытий вы можете спрятаться не за тем препятствием или стеной прямо посреди перестрелки, и иногда Натан будет хвататься не за тот выступ, когда будет взбираться по чему-нибудь. Самое главное в Uncharted 4 – удивительное синглплеерное приключение. Каждая его составляющая является частью общего. Повествование, которое находит свое продолжение в геймплее, когда Натан, например, кладет руку на плечо своего брата или бармочет шутку на ухо Елене. Uncharted 4 настолько уважительно к деталям, что у вас появится чувство, что персонажи думают о вещах так, как мы бы никогда не подумали. Да, это волнительное путешествие через экзотические места с потрясающими экшн-сценами и непринужденным повествованием. Но также Uncharted 4 – это история о семье, история о самоанализе, это история о жертвах родить тех, кто дорог. И самое главное – финальные моменты говорят сами за себя. Это история о повествовании этой самой истории. Dirt Rally 2.0 Возможно, вы не в курсе, как себя ведет заносчивая раллийная машина из группы Бен на бездорожье. А кто знает, наверняка слишком занят, чтобы рассказать обо всем этом в деталях. Именно на этот случай и существует Dirt Rally 2.0. То, как местные автомобили управляются, как они вписываются в повороты, как вы держите машину под контролем, когда она залетает в очередной изгиб трассы под странным неестественным углом – все это ощущается чем-то естественным, на инстинктивном уровне. Все это чрезвычайно ярко выражено в самой новой игре про бездорожье от студии из Мидландса, что в Англии. Она дает вам понять, каково это – быть профессиональным пилотом ралли, причем так настойчиво, что вы просто верите во все происходящее без каких-либо вопросов. Сиквел резко задирает планку качества графики, используя погодные эффекты и время суток, чтобы создать настоящую драму. Стоячая вода в следах от шина, ставленных на дороге из грязи, мерцает в свете фар. Пыль вздымается вокруг цепляющихся за трассу колес. А каждая из шести локаций – для ралли. Хоть это и не полная переработка прошлой части, тут заметен прогресс. Определенно улучшилась графика, увеличился уровень погружения. Все благодаря крошечным изменениям, вроде того, что теперь после пересечения финишной линии и конца этапа вы должны подъехать к стюарду. Вне всяких сомнений появилось чувство большей основательности синглплеерных гонок, возникшее из-за менеджмента команды. Единственным минусом, помимо ИИ, является лицензирование. Сделка с официальным ралли-кроссом – это, конечно, круто и все такое, но никакая другая игра не заслуживает лицензию WRC, как эта. Узнаваемые машины и имена могут привлечь к ралли новых фанатов. Обе игры будут доступны для загрузки с 7 апреля. Расскажите, как вам подборка в этом месяце? Понравилась или нет? Также не забывайте нажать на большой палец вверх и подписываться на наш канал. До скорой встречи на XGTV. Играйте и смотрите вместе с нами. Играйте и смотрите вместе с нами.